Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Darkest Dungeon. Я переключился на английскую версию, потому что в ней вроде как можно пропускать эту тупую криптоманию и прочие подобные эффекты. Ну и, в общем, тут от перевода, в общем-то, не так много, скажем так, не так много разницы. Ну и, я не особенно помню, что у меня происходит, но у меня есть какой-то, наверное, отряд. У меня сейчас выбранный крестоносец, гравироверший оккультист. А четвертым я мог бы взять кого-нибудь, но это мой основной отряд. Я не хочу свой основной отряд еще раз куда-то брать, потому что у меня тогда крестоносец перекачается, как минимум. Я думаю, мне стоит собрать альтернативный отряд куда-нибудь, и сейчас я подумаю, что с этим стоит сделать. У меня есть... Есть ли у меня хилер? У меня есть вот она. Ну, потом разберемся, куда именно я хочу ее поставить. Пока пусть здесь стоит. У меня есть разбойник. У меня есть этот чувак. Баунтихантер, правильно? Да. И у меня... Кто есть четвертый? Собаковод или... Этот парень. Или... Я могу взять, наверное, Чумного Доктора. Да. Кто из них по скиллам мне больше подходит? Наверное, этот чувак, потому что у него стан, и у него ядовитая граната, и у него... Точечная... Точечный яд на первых двух, мощный... Ну, нет, он такой же, но он все равно, он мощный сам по себе. Точечный яд на первых двух. И у него еще и дезориентирующий взрыв. У второго... Немножко хуже. Да, у него есть баф неплохой, но... Не знаю. У него есть зоофобия. Только в борделе будет. Нет, я не согласен. У этого минус один скорости. Минус один скорости, это неприятно, но терпимо. Ну и получается такой вот у меня сквад. И сейчас мы разберемся, что у них нужно делать с апгрейдами и со скиллами. Для начала, этот чувак, он с первых двух мест отлично работает. С тем, что у него есть, но у него, в принципе, все скиллы с первых двух мест работают, кроме вот этого вот. А что у него сейчас? Плюс дамаг по помеченным, плюс дамаг по людям. Вторая помечает цель и понижает защиту противнику. Третья подтягивает на две клетки и ничего кроме этого. Четвертая нокбетчит на две клетки. И немножко урона и стан. Окей, это хорошо. Альтернативно, стан плюс перемещение. Но по любой цели. Альтернативно, дамаг по застаненным. И альтернативно, Блид. И все. Дальнобойный. Не, мне нравится то, что у него сейчас есть. Что у него из этих? Снижает стресс одному. Минус 15 шанс, что меня застанут врасплох. Плюс шанс, что я застану монстров врасплох. И шанс скаута. Окей. Я за. Дальше стрелок. Что у него есть? У него есть просто милишный удар. Просто ткнуть. У него есть пистолетный выстрел. У него есть выстрел в упор, который ему нафиг не нужен. Возможно, мне лучше вместо него кто-то кого-нибудь другого взять. Может быть, этого чувака. Он толще. Что у него? Милишка. Дебаф по всем сразу. И немножко урона. Он понижает у ворот, понижает скорость. Это интересно звучит. Третье. Это себя помечает и активирует репост. То есть он контратакует. И четвертое. Это баф на себя. Возможно, на всю пати. Альтернативно. Плюс меткость. Плюс дефенс на себя. И. А, это дефенс на себя. И он защищает союзника. Или. Нокбэк. Плюс двигает себя вперед. Плюс стан. Да. Я лучше его возьму вместо стрелка. И текущий набор у вас скиллов мне нравится. Я не буду особенно париться по поводу лагерных навыков. У этого все правильно. У Висталки что у нее? Милишка ей совершенно не нужна. Ей нужен вместо этого партийный хилл. Так что это единственное, что я меняю. Я беру ей партийный хилл. Остальное все, что у нее есть, подойдет, наверное. Ну. Это, конечно. Ну, хотя нет, она на третьем месте. Так что это нормально. Это плюс. Это понижает урон врагов. Это понижает уворот врагов. А, нет. Это не понижает урон. Это просто наносит урон. У нее было что-то, что... Да. Да, вот эта вот фигня у нее понижает урон. Но она только с передних мест юзается. Так что ли? Да. Ну ладно, тогда это просто понижает додж врагов. И зажигает факел. И дамажит как-то. И два хила, и стан. Сойдет. И все юзается с этой позиции. Вполне сойдет. Улучшить я никого не могу, правильно? Потому что они все первого... Ну, нулевого уровня. Да, я ничего не могу им купить. Из тринкетов у меня тоже ничего особенно полезного нет. Муврид здесь минус скорость. Это нехорошо. Плюс урон миличных скиллов минус додж. Это тоже не очень хорошо. Скаутинг и дизарм ловушек. Кто у меня лучше всего ловушки вскрывает? Десять, двадцать, десять. Баунти Хантер. И он же скаутит, наверное, лучше всего. Я не знаю, есть ли где-то здесь статы. Наверное, нет статов скаутинга. И у него... Окей, алкоголь. Еще одна фигня. Плюс урон в руинах. Минус... Короче, ничего не... Это... Не ест, если больше 50 стресса. Без штрафов, без каких-либо к этому. Не имеет... Не получает стресс от того, что движется назад. Но минус скорость... Так, нет, этого я вообще не беру. Так что пофиг. У этого чувака плюс урон в гроте. Минус урон, когда светло. И минус скорость на первом раунде. Это довольно печально, но что поделать. У этого просто минус скорость. И плюс урон, когда... Когда светло и... Только пьет. Это хреново, я ее выгоню, скорее всего. Не могу другую нанять более... Это не то, куда я хотел зайти. Не могу другую нанять более полезную? Могу. У нее, в принципе, даже скиллы. Ну, по сути, почти те же самые. Тогда лучше ее с собой взять. Окей. Ну, поехали тогда. Так и... Так. И куда я хочу пойти? Ученика некроманта я убивать точно не хочу? Что у меня вообще есть из скиллов? У меня есть всякие пометки. У меня просто большой физический урон. У меня нет никаких блидов, ядов. Ну, у меня яда много. К яду... Уязвимы враги в руинах и в гроте, возможно? Не помню. К чему уязвимы враги в гроте. В руинах у всего жуткий резист к блиду. В этой хрени, как она называется, рощи. Или типа того. Там у всех жуткий резист к яду. Здесь вообще еще ни разу не было. Но здесь, насколько я знаю, все блидит. И хорошо использовать блид, вроде бы. Сто процентов битв, сто процентов битв. Это на чумного доктора плюс меткость, минус макс хп. Это плюс дамаг против элтрича этих и минус два доджа. Куда пойти, куда пойти? Сюда я точно не пойду. Сюда я, скорее всего, тоже не пойду. Сюда надо идти, имея много блиды, наверное. На босса я тоже не хочу идти. Боссы ничего не дают, насколько я знаю. То есть нет практически никакого смысла их убивать. Кроме того, что там вроде бы если третьего или второго босса убить в авокации, то там не будут спавниться низкоуровневые миссии. Или хрен его знает. Или их меньше становится. Ладно, пойду сюда, потом разберемся. Здесь мне что нужно? Мне не очень нужно противоядие, мне нужно штук 12 еды, пара лопат. Три лопаты, допустим. Штук 6 факелов. Надо ли мне пару винтов? Хрен с ним. Ладно, один пусть будет на всякий случай. И там по одному этого... Да, по одному этого всего сойдет. Поехали разбираться. Вроде бы все нормально в плане... В плане партии... Того, как это все работает. Лагерные навыки не нужны, потому что там не будет лагера. Просто прямая кишка такая удобная. Так что поехали убивать. Ну, или не убивать, как получится. Ловушка, которая не попала. Отлично. Сундук, который этот чувак сам откроет. Не, все равно не пропускается. Как это меня весит? Хм, он его открывает, но я его могу забрать. Окей. Я за. И сразу хрень. Но я их заставу врасплох. Отлично. А что я хочу сделать? Я хочу... Наверное, урезать у ворот ей. Потому что она хуже всего. Но она увернется от урезания у ворот, естественно. Почему бы и нет? Ну, тогда яд вам обоим. Да, к яду у рыб резиста мало. Так что яд против них нормально будет работать. Альтернативно я могу дезориентировать ее. Сколько шанс? 83%, а этим тоже 83%, а этим тоже 83%, а этим тоже 83%. Наверное, дезориентировать это вариант, потому что ее может сдвинуть куда-нибудь совсем вперед, где я ее смогу добить, потому что она еще и в стане, и вообще все хорошо. А сколько у нее жизни? Тринадцать. Лучше всего было бы, конечно, на нее стукнуть меткой и потом стукнуть этой хренью. Если что, я могу подтянуть. Эм... Да, сойдет. Эффективнее, наверное, было бы взять кого-нибудь еще, кто помещает. Но все же. Минус ворот, минус скорость всем врагам. Мне кажется, это хорошая идея. Еще немножко урона всем врагам. Окей, защита на того бомжа. Пофиг. Стресс на плейк доктора. Пофиг. Ну, не пофиг, но... Сойдет. Ну, пусть отхиливает себя, наверное. И яд на последних двух. Они достаточно толстые, так что пусть дохнут от яда. Тем более, на него два яда наложилось из-за того, что он... Или как? Нет, на него только один наложился. Черт, он защищает, но все равно только один сработал. Это печально. Ну, лови... Не лови кучу урона, потому что у ворот. Как я ненавижу у ворот. А, он... Нет, он себя помещает. Это на всю пати доджи и скорость. Да. Большего ворота, это хорошо. Не зря. Ну, лови еще... Или нет? Лови стану лучше. Сойдет. Лови урезание доджа. На этот раз она попала. И... Наверное, лови буловую в лицо. Да, она... Пофиг, что она была помеченная. То есть я не получил с этого преимущества, но я хотя бы ее убил. Уже хорошо. Теперь я могу пометить вот этого человека и тоже его каким-нибудь другим добить, я уверен. Окей, стан прошел. Семь урона. Печально, но что поделать. Почему бы и нет? Бейте меня! Он не хочет бить меня. Зато он хочет критануть на 6. Ну, я тоже хочу его критануть. Ну, или не критануть, а просто стукнуть на 18. Тоже сойдет. Отхилл. 5. Да, все-таки... Окультист лучший хилер, потому что, блин... Окультист может отхилить полную жизнь за один хилл, если ему повезет. Весталука может отхилить меньше, чем один удар противника. Почти всегда. Если она кританет, то может быть примерно как один удар противника. Ну, или чуть больше, как в данном случае. Но почти всегда она отхиливает меньше. Окультист, конечно, тоже часто отхиливает меньше, но мне как-то с ним везет, и он часто отхиливает много. О, я могу стукнуть третьего. Вау, какая хорошая милишка. Бьет третий ряд. Подойди поближе. И умри от яда. Я подтягивания использовал в основном, потому что это единственное, что до него достает из дамажного больше, чем на единичку. Эта хрень. Ну и весталку шанс, что она забафается, когда стресс наберется вместо... Вместо негативной хрени. Но минус пять макс хп. И всякое золото и гербы. Сойдет. Я не думаю, что это стоит эквипать. И это была комната. Окей. Поехали дальше. Я мог бы, конечно, сожрать антиблид, но это единичка урона за раунд. На два раунда. То есть он еще две единички урона получит. Как-то несерьезно слегка. Ключ здесь используется или что? Нет. Здесь используется лопата, как раз, по-моему. Да. Два факела и пятьсот золота. Сойдет. Разжечь факел. И тут даже врагов нет. Зря разжигал. Двадцать пять золота. Как это офигенно. Еще ловушка. На копейки урона. Но... Оу, какой серьезный штраф. На двенадцать раундов. Хватит набирать стресс, наркоманы. И тут нет врагов. Что происходит? Враги, где вы? Окей, открывай сам. Я не против. Я ненавижу эту группу. Это худшая группа, которая... Ну, не худшая, возможно, которая бывает, но одна из худших. Потому что вот эти вот два бомжа, которые стреляют по всей команде... Они мало того, что они стреляют по всей команде. Они больно стреляют по всей команде почти всегда. Так что ловить-ка вы стан для начала. Ну, один. Один поймал. Второй лови-ка ты вот это вот. Для начала. Ну, я успешно... Относительно успешно уворачиваюсь. От этого всего. Мне не очень выживает мой... Как его зовут? Мой от Армс. Я могу их задебафать, но мне кажется, себя забафать это более хорошая идея. Это в основном поможет в следующем раунде, потому что скорости больше. Но в этом раунде тоже неплохо. Потому что у ворота больше. А по мне еще... Или нет, по мне уже вся отковали. Так, ну, ловите яд, что ли. Этот раз бледился. Этот отравился. И попал на этот раз. Ну. Черт. Почти убила. У меня даже нет ничего, что может его стукнуть на один и кого-нибудь еще зацепить. Я подтянул. Нет, я не подтянул второго стрелка. Надо было добить этого. Сдвинуло. Да, определенно надо было добить этого. Отхил тебе. У них стрелок дамажит всю команду так, как висталка хилит одного. Ну, какой это хилер? Это бессмысленная хрень, а не хилер. Только оккультист. А, четыре дамага за раунд. Ну, если я еще раз в него ядом попаду, то это его добьет. Это в любом случае добьет. Но я думаю... Хотя нет, он еще не походил, так что стоит в него еще раз ядкинуть. Эх. У него резист сработал. Ну, ладно. Ты умри. Я умри. Нет, я не умри. Ты умри. Да, я могу его добить. Да хватит избивать баунти хантера, наркоманы. Я ненавижу то, как рандом здесь вот так вот работает, что он очень любит фокусить кого-нибудь одного. Лови еще гранату. И умри уже от яда на этот раз. Да, отлично. А ты лови стан. Я могу еще немножко отхилиться. Пока ты с себя снимаешь этот стан. Я могу немножко оббафаться еще, чтобы на следующий бой хватило, если он будет достаточно быстро. И у кого 6-5, блин. Ну, не партийный же юст 1-2, это вообще ни о чем. Наверное, баунти хантера. Это все равно ни о чем. Ну, сойдет. Совсем сойдет. Наверное, так. Хотя бы относительно нормально жизни станет. Окей, это печально. У этой хрени 75 резиста, но у нее почти нет жизни. Так что... В принципе, одного яд должен охватить. У этого толстого чувака... Тоже не так уж много жизни, но я не знаю, что он делает. А шаман меня пугает, так что я, пожалуй, его пододвину поближе и убью быстро. Нет, я его не пододвину поближе и не убью быстро. Да, естественно, он навешивает кучу стресса, потому что он шаман. Что ему еще делать? А сказал, я пододвину его поближе и убью быстро. Да, настолько быстро. Отхил тебя. И теперь на задних двух я... Плэйк доктором кину гранату. Бав минус додж, минус скорость. Окей. Ну, бав плюс додж, плюс скорость. Конечно, не столько, но все-таки. Черт. Улитка не умрет от этого. Надо будет ее еще чем-нибудь стукнуть. Рыбалют тоже не умрет от этого, так что... Не знаю. Сколько я бью? 5-10. Наверное, имеет смысл его застанеть. Хотя... Имеет ли? Не, лучше так, и потом... Еще разок стукнуть? Не уверен. 8. Да. Ау. Окей. Теперь я знаю. Его надо ваншотить, его не надо стукать. Он взрывается, если его стукнуть. Больно на всю пати взрывается. Хочу ли я? Стоп, там все еще есть я, так что какая разница. Я хочу вот так. Убрать труп и пододвинуть его и застанеть. Я за. Не критануть. Вообще хорошо. Ладно, партийный хил, который на единичку отхилит. Естественно, потому что он бесполезная хрень. Эту фигню можно открыть лопатой, я знаю. Она даст мне 250 золота. Я не уверен, хочу ли я идти дальше. Потому что если я сейчас свалю, я получаю... Ну, пару тысяч золота, пару тринкетов, пару всякой остальной фигни. Если я дальше пойду, я скорее всего получаю смерть. Совсем смерть. Станы единичка на мага. Его я вообще не хочу трогать. Его надо трогать чем-нибудь, что его... Сможет убить. Не уверен. Надо его трогать после его действия, когда у меня еще осталось пара человек, которые могут его потрогать. Так что, наверное, рыболюду отравить. Ну, партийный хилл, он спасет его от... От предсмертного состояния. Пока что. И он что-то полезное сделает всем остальным. Этого не хватает. И еще раз стан. И... Застанете его или... У него 50% в стан резист, так что нет, не застанете его определенно. Он просто взорвется от этого. Ланшотнуть я его тоже не могу. 125% это 75% шанс его застанеть, плюс немножко урона. Но я за этот... За этот ход я ничего еще не могу сделать. Но за следующий ход я могу что-нибудь сделать. Нет. Не прокатывает. Ну, надеюсь, он решит не взрываться. И после этого боя я сваливаю отсюда. Нет, он решит взрываться. И... Окей. Прощай, Пойк, доктор. Нет, не прощай. Прощай, медуза. Я, конечно, могу отхилиться, но это ничего не меняет. Ну да, оно прокнуло два. Я не собираюсь здесь оставаться с тем, что у меня тут произошло. Сваливаем отсюда. Хотя бы деньги и прочее говно. Мне лень смотреть, что там. Ну, мне лень ждать, пока он там досчитает это все. Я примерно так знаю, что там. Минус скрит, если мало жизни. Минус пять додж. Нельзя играть и... Минус десять процентов снятия стресса. Окей, у этого криптоманию убрали. Куда я дальше хочу и кем я дальше хочу пойти? Активировать три алтаря? Что? Что это за миссия? Что там такое происходит? Она средняя? Может быть взять мой основной отряд? Да, это, наверное, звучит как хороший план для моего основного отряда. Так, что у меня есть? Минус сопротивляемость... Точнее, плюс сопротивляемость болезням. То же самое. Так. Ладно, пока что закрыть это все. Что у меня с основным отрядом? Тут все нормально вроде бы, правильно? Можно поулучшать скиллы, можно взять броню и оружие покруче, да, но... В принципе, сами скиллы достаточно хорошие. Можно было бы взять вместо этого... Что-нибудь другое? Холли лэнс хорошая штука, в принципе. Денег, в принципе, не так много. Я могу продать это, потому что оно мне определенно не понадобится. Я могу продать это, потому что минус 4 доджа нафиг. Он тут почти все с такими штрафами, что оно нафиг не нужно. Ну ладно. Холли лэнс. Улучшить эту фигню. Окей. Теперь он может что-то сделать, если его задвинуть на задние ряды. И он с передних рядов все отлично делает и так. У тебя что? У тебя, в принципе, все окей. Возможно, стоит взять вот эту хрень. Снимает стресс с себя 25. С союзников шанс снять 20 или меньше шанс накинуть 10. Это хорошая штука. Но, не знаю, пока что я не хочу особенно париться по поводу лагерных навыков. Хотя я иду на среднюю миссию, так что, наверное, меня стоит. Минус стресс урон. Снимает стресс. Снимает блид, хилит. Снимает блид и яд, хилит. И минус стресс урон. На 4 боя, на 1, а это на себя. А нет, с этим я ничего не хочу делать. Тебе... Это я открою. Да-да-да. Тебе... Ну, в принципе, нормально так сойдет. И у оккультист какая-то хрень всегда. Так, теперь что касается остальных статов. А что ли я остальное ему улучшать? Ослабляющее проклятие. Что у него вообще эквипнуто? У него эквипнуто... Да, все правильно. Артиллерия, ослабляющее проклятие. Хилл и... Притягивание. Возможно, имеет смысл улучшить проклятие. Что у него улучшается? Режет дамаг сильнее. И с большим шансом. И с большей меткостью. Да. Артиллерия. Артиллерия... Да, меткость лучше. Крит лучше. Тоже, наверное, можно. Притягивание, опять же. Меткость лучше. Крит лучше. И шанс притянуть лучше. Сойдет. Угрей в роберши. Может, ей вообще стоит что-нибудь поменять? Что у нее сейчас? Кинжалы. Можно было бы взять просто милишку? Потому что это просто милишный удар без каких-либо других статов. Мощный мили... Ну, с полным уроном милишный удар. И с хорошей меткостью. Дротики. Это хорошо. Метательный кинжал по помеченным целям хорошо. Стоп. Она ничем не помещает. Кто у меня вообще есть, кто чем-то помещает? Не ясно. Плюс доджи и снятие блида и яда. Да, я думаю, я кирку и изучу. И улучшу. И я улучшу и дротик. Потому что он больше яд накладывает. Отлично. И... Все. Наверное, да. Остальное ей не особенно нужно. И этому чуваку... Блит такой же. Но больше шанс и больше меткость. Не очень хорошо. Пистолетный выстрел. Больше меткость и... Все остальное. Ну, крит чуть-чуть больше. Окей. Это тоже больше меткость. Что у него еще есть? В упор мне не нужен выстрел. Просто ткнуть ножом с меткостью и с уроном. Это, конечно, хорошо. Но не идеально. И это продвигает его вперед. Баф вроде писали в комментах, что плохой. Но, блин, он дает кучу крита. И небольшую прибавку урона. И небольшую прибавку меткости. Ну, ладно. Хрен с ним. А что у него сейчас выбрано? А, ну, собственно, да. Что я ему еще выберу? Ну, ладно. Сойдет. Теперь улучшение. Броня... А, оружие я вообще еще не могу улучшать. Мне нужны бумажки. Ну, тогда просто всем поулучшаю броню, чтобы они были толще. И пойду посмотрю, что это за средняя миссия. Мне это кажется интересным. Поехали. Да, эти три фиговины для квестов нужны. Это для лагеря нужно. Я возьму где-нибудь так 16 еды. Так, факелов. Ну и парочку всего остального. Наверное, сойдет. Поехали. Разберемся. Это, скорее всего, очень плохая идея. Но все же. Традиционно очень кривая карта, где не получится не отступать назад. Я ненавижу, как здесь карты генерируются. Книжный шкаф я не буду трогать. Это лопатой. А, я зря зажег Фатю, кстати. У меня еще достаточно светло. Эм. Окей. Вроде кликнуло, они не пошли. Хочу ли я сразу туда возвращаться? Я, наверное, вообще не хочу туда возвращаться. В надежде, что там ничего полезного нет. И не придется туда ходить. Коробка. Пустая. Тут тоже нет врагов, но тут есть скаутинг. Да, там, видимо, ничего нет. Там ловушка и что? Ну и пара... А, квестовая хрень. Она не в комнатах даже, она между комнатами. Окей. Квестовая хрень, так квестовая хрень. Ловушка обезвредить. Ящик открыть. Что это фигня? А, аутарь. Да, точно. Это квестовая фигня, конечно же. И тут тоже нет врагов. Тут на всей карте нет врагов или что? Я надеюсь, что здесь вообще нет ни одного врага во всем этом подземелье. Это было бы приятно. А, ловушка, нет. Не, ну, как минимум, один враг в этом подземелье есть вот там. Ну, это где-то далеко и... Ммм, нет, они не только в коридорах. Это где-то далеко и мне туда не нужно идти. Пока что, по крайней мере. Я надеюсь, вообще мне туда не нужно идти. Зажигать здесь факел смысла нет. Есть смысл пойти вот туда. Ммм, враги все-таки. Все-таки они существуют. Это печально. Это его не убьет. Так что лучше, наверное, всех трех задамажить, чем не убить одного. Естественно. О, я... Да, я не эквипнул кирку вообще. Окей. Надо будет что-нибудь с этим сделать. Но пока что... Я могу его отравить, конечно, на 4 заход. И на 1 задамажить. Но это его не добьет. Так что вместо этого я могу в него кинуть ножик. И это его с довольно большим шансом убьет, если попадет. Друзик попадет с намного большим шансом. Ну, хрен с ним. Да, крит. Сколько нам было? 18% крит? Ну, у них тоже все хорошо с критами. Хилить смысла особого нет. Почему? А, да. Не могу я ничего из-за того, что там нет никого в задних рядах. Точно. Я могу ослабить одного из них. Это не сильно мне поможет. Потому что они оба... Не такие уж дамаговые. Ну, а хрен с ним. Это их немножко дамажит. Сойдет. Бумажка может одного убить, но меч может одного убить с намного большим шансом. Сойдет. И лови яд. Потому что это единственное, что я могу сделать по-первыхому. Да хватит критовать. Ладно, у меня есть бинт. Сам лови блит. Ну, или не лови блит, потому что ты умрешь. А, окей. Так. Вот так. Да. Это будет немножко получше. И правильнее было бы сделать. Что у меня там было? Так. Чтоб порядок изменился. Ну, когда у меня в следующий раз будет ход оккультиста, надо будет отхилить разбойника. Это, наверное, хороший план. Тут вообще никого нет, но... Окей. Там что-то есть, но там комната с боем, и там не квестовый предмет, так что я пойду вниз. Я и сюда за квестом в основном пришел. Ну и за золотом. Окей, голод. Голод очень кривой и через жопу работает, потому что он привязан к конкретным тайлам коридоров. То есть, если я обратно пойду через этот же коридор, то у меня там снова затриггерится голод. Ну, там шанс там. Он не гарантированно затриггерится, но, по идее, каждый раз, когда я прохожу через это место, там есть шанс, что активируется голод. То есть, можно там три раза через один и тот же коридор туда-сюда пройти и три раза получить голод. За буквально секунды. Что хреново. Святая вода. Две тысячи золота, просто так. Я за. Сундук и враги. Враги и сундук. На удивление, на скелетов работает яд. Не уверен, нужен ли он мне, но он на них работает, по крайней мере. И да, 18% шанс крита, это очень неплохо. Черт, почти. Почти. Один фитпоинт. 16% фит тоже неплохо. Хотя и хуже. Это его убьет сразу же, и это хорошо. Я счастлив. И вы двое ловите артиллерию. И я лови арбалетный боут, видимо. Чуваки, смотрите, ножи. И еще ножи, но немножко другие. Естественно, не заблизит, но все-таки. Я думаю, я отхилю стресс у оккультиста, а то он как-то много набирает. И я думаю, я отхилю жизнь у разбойника. Да, он один раз стукнет меня, но... Оу, нет. Он один раз больно стукнет меня. Это в основном мешает стрессам, правда, но все равно. Ладно. Не достаточно больно, чтобы... Чтобы сваливать. Ну или беспокоиться, но все-таки. Ага. Отлично. Целая куча гербов. Парочка бумажек. Мне как раз четырех, по-моему, не хватало. Парочка картин. Пока что тут все очень хорошо. Но, конечно, это моя текущая пати. Она все без проблем проходит пока что. Кроме ловушек, видимо. Ммм, факел. Который я сразу же потрачу. Я думаю, я, в принципе, развожу себе лагерь здесь. Сколько у меня еды? У меня еды много, так что я просто отхилюсь сильно и сниму стресс сильно. И потом остатком там сниму еще немножко стресса. Снять стресс на 15. За два. Альтернативно, ага. Ну, сними стресс ты. Снимает блид, лечит. Неплохо, в принципе. Поднимает стресс. Но себе снимает кучу стресса. Окей. А у тебя есть еще снятие стресса. Я мог бы заюзать вот это вот. Снимает стресс всем сильно. Но оно с шансом поднимает. Правда, оно поднимает довольно слабо. Так что, я думаю, есть смысл. Да, оно подняло рыцарю, которому пофиг. Так что, в принципе, все хорошо. Осталось только доотхиливаться. Будет вообще шикарно. Ну, почему нет? Сойдет. И больше я ничего не могу сделать. Ну, я могу это сделать, но это плохая идея. Поехали дальше убивать. Ну, или не убивать, как получится. Пауки. Не очень страшно, наверное. Это может их, в принципе, убить. Это их почти гарантированно убьет. Это тоже. Ну, не почти гарантированно, но все-таки. 85% впадания. Лови. Черт, всего 4. Ну, лови еще вот это. И теперь их бумажка гарантированно убьет. Ну, нет, паутина. Это метка и еще что-то. Окей, я убил его, проклятие. Пауки самые опасные враги в игре. О, вот это неприятно. Это совсем неприятно. Меня еще и сдвинуло. Меня, в принципе, не так плохо сдвинуло, если не учитывать, что оккультист теперь первым стоит. Если бы он не стоял первым, все было бы нормально. Но он стоит первым. Так, ну, первым делом ты лови кинжал. Я очень надеюсь на крит. Черт. Ну, тогда ты лови еще и пистолетный выстрел. Сойдет. Одной проблема меньше. Ты лови ослабляющее проклятие. Минус 30% урона, это все шикарно. А, черт, нет, я не могу юзать Холливанс отсюда. Почему я думал, что я могу юзать со второй позиции? А, ну, тогда лови просто мечом. В лицо. На минимальный урон, конечно, все-таки. О, отлично, да, давай почаще так. По-моему, он не может это использовать на вторую позицию, так что почаще он так не сможет, к сожалению, но все равно весело. 3-8, 3-8. Зачем мне киркана, помните? А, она первого атакует за этим. Ладно. Я могу подтянуть кого-нибудь куда-нибудь. Но я не думаю, что это мне понадобится, так что еще разок проклятия. Оно стакается, насколько я знаю. Да, минус 64 урона и минус 2 скорости. Отлично. Минус 2 скорости, по-моему, не от проклятия. Но хрен с ним. По-моему, это стресс... Нет, да, это немножко стресса и Блид навешивает. Но слабый Блид. Окей. Теперь закидывайте его ядовитыми дротиками. Кинжалами. Не туда я его сдвинул, на пофиг. В принципе, сойдет. Если, когда я сдвину разбойника, то все станет... Все станет правильно. На удивление, этот бой вышел очень даже несложным. Я бы предпочел еще разок отхилиться. Сойдет. Ну и добива... В принципе, добивающий выстрел не нужен был. Он бы сам умер. Но это с него с меня немножко стресса. Так что... Я счастлив. Все влезет. Все влезет. Удивительно. Встань сюда. Ключа у меня нет. Ну и... Хрен с ним. Потому что... Эта фигня, она... Если ее без ключа открывать, она может, да, Блид или... Или яд навесить слабый. Ну, не то чтобы особенно слабый, но все-таки... Не такая уж серьезная проблема. Вот и прошел этот весь Блид. У меня еще 12 еды. Я не побоюсь ее воспользоваться. Квест пройден. Хочу ли я дочистить все? Я хочу, по крайней мере, дойти до конца этой комнаты. Вдруг там что-нибудь хорошее. Да, обратно здесь возвращаться я не буду. Тут тупой голод. Окей, трогай статую. Я не против. Это полезная статуя. Она не поможет, потому что он... Да, он получит баф на прибавку к урону, но... Может быть, это поможет в этой комнате. После этой комнаты я отсюда сваливаю, так что... Да, в этой комнате это тоже не поможет. Окей. Удачный квест. Ну, это... Это прокачанная и грамотная пати. Так что здесь неудивительно, что удачный квест. Но зато выгода. Куча денег, куча... Всяких этих... Эмм... Бумажек и гербов и прочей фигни. И... Третий уровень. Теперь он не будет ходить на низкоуровневые миссии, вроде бы. Что печально. Плюс скорость, если мало жизни. Не критично. Плюс шанс заскаутить... Этот... Рощу. Или как оно? Это болезнь, правильно? Минус додж, минус макс хп. Хреново. Надо было кого-нибудь отправить снимать стресс. Вот что я забыл сделать. Но зато теперь я могу, нет, не гильдию улучшить, а улучшить... Оружие. Ну ладно. В следующий раз я куда-нибудь еще пойду. Кого здесь мне предлагают? Хотя в прошлый раз не посмотрел, кого здесь мне предлагают. Но мне предлагают не очень хорошее все. Эти чуваки... Они неплохие милишники для первых рядов, вроде бы. Но они именно что... Неплохие милишники для первых рядов. И кроме этого вообще ничего не умеют. То есть они умеют себя бафать. Они умеют себя лечить, по-моему. Они умеют себя снимать стресс. И они умеют избивать первый... Там, первый-вторый ряд противника. И... Стоять в первом-втором ряду у меня. Но все только на себя или на первых врагов. Ну окей. Ну и собаковод и шут. Надо будет взять собаковода, посмотреть, что он умеет. У него там вроде какое-то снятие стресса было. Да. Три. И... И с шансом. Как-то не очень. Но по идее на всех. У шута тоже есть снятие стресса. Но оно не на всех. Я не помню. Ладно. Не важно. В следующий раз с этим всем разберусь. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Аймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.